Привет, друзья! С вами Вадим Двак и Хаус. Чё-то говорю так громко, что у меня аж стол вибрирует от моих слов. Играя в ЛТД, по многочисленным просьбам я сыграю за мерка. Это такая раса в старых версиях, так же известная как пацан. Она типа, если у вас игра не задалась, обычно раньше давалась, то есть если у вас было всё совсем плохо, вы могли выбрать пацана, а за него довольно просто играть. Хотя есть свои нюансы. Есть свои нюансы, и за него тоже нельзя сказать, что прям в лейте просто. Я бы даже сказал, что за него в лейте сложно. В начале я, к сожалению, не специалист за него, поэтому буду играть так, как могу. В начале, наверное, можно вот эту штуку построить и, скорее всего, даже отбиться. Давайте напишем инфу 1, что нам напишут по валуе. Видите, 250 валуе, а это типа 300 валуе. Ну, то есть можно вот построить эту штуку и типа, как даже отбиться. Но стоит ли игра свеч? Ну, что из плюсов, я могу довольно быстро сделать следующий грейд, если я её построю. Видите, это быстрее атакует, больше хп и так далее. Наверное, не время для экспериментов. Я построю вот эту штуку и гарантированно отобью 1 левел, даже если мне сделать засыл. Понятно, что та штука не отобьёт. Не слейтесь. Главное. Играю я, как обычно, с анонсом на своей стене, то есть первые три зрителя, которые откликнулись, и играют со мной 1 на 3. Кто-то сразу начинает спамять вгорение, я поэтому никого в друзья не добавляю. Если как бы я написал, что играю и при этом уже не играю, значит, скорее всего, ну, при этом игры нету, значит, я скорее всего создал игру. Сейчас я отобьюсь вообще без потерь хп, можно было тем трактором сражаться, но, видите уж, я решил, типа, как не рисковать, я не рискую. Из-за этого задержу грейд, а без грейда плохо. Ну, видите, мне буквально снесут там 400 хп из 2300. Виспов я строю дико, то есть, особенность этой рации в том, что юнитов, которые вы построите, они у вас пропадут к следующей волне, то есть, я этот трактор дешёвый построил, но к следующей волне он, к сожалению, пропадёт. А, давайте, знаете, будем строить вот здесь вот где-нибудь этот трактор, чтобы дольше шла волна, чтобы я больше дерева подкопил, потому что дерева здесь дико не хватает, очень клёво, когда кто-то протечёт, потому что вы в гигантском количестве копите дерево. Даже, кстати, наверное, поэтому стоит на первой волне строить этого пацана, потому что, во-первых, вы делаете грейд и очень дико вперёд выходите по дереву, потому что, ну, вот сейчас у меня 6-0, 1 грейд это, по сути, как 3 виспа. Ни много, ни мало, 1 грейд это 3 виспа. Так что, за 60 голды вы это получаете. Почему пацан у меня с мячами? Потому что это у меня стоит мод на модельке под названием LDD Seasons мод для графики. Ну, то есть, можете загуглить LDD Seasons, попасть на официальный русский сайт, потому что, ну, там, украинец, по-моему, делал, ну, неважно, русскоязычный, короче, человек занимался LDD Seasons. Кстати, смотрите, мне опять ничего не посылают, опять, как, видимо, и в прошлом видео, устроят массированный засыл на третьей волне. Я уже начинаю бояться. Инкома у меня, к сожалению, практически никакого нет, разве что постройка этого трактора даёт мне 3 инкома. Больновасто. Ну, то есть, видите, сейчас уже, если бы мне что-то больное прислали, то меня бы, возможно, даже пробили. Вот сейчас меня ждут сильные темы, поэтому, возможно, стоит построить эту вот штуку. Я даже не знаю, конечно, она такая... Ну, блин, не знаю, сейчас ко мне пришлют всего, я ещё не отбиться могу. Так что, наверное, я лучше построю вот эту штуку, и, в общем-то, пофиг. Потому что вряд ли они копят дальше, чем до третьей волны. То есть, ну, копить с первой волны сразу там под какую-то седьмую, это совсем уж безумие. Так что, наверное, ожидаем сейчас вражеских приходов. Ну, а зато ещё и сможем сделать себе грейд на дерево и, наконец, добывать дерево в космических масштабах. Потому что один грейд сейчас равносили наш трём с половиной виспам. О, вот, вот они, вот эти ребята. Очень много мне всё прислали, но у меня сплэшевый пацан. Ну, конечно же, если вы что-то засылаете одному человеку, обязательно нужно добавить в ваши доблестные войска Хермита. И, возможно, возможно, Кадоя. Кадоя даст одну атаку, это не так круто. Но вот Хермита добавить точно стоит. Потому что три Урсы, это уже перебор. Хоть Урсы дамажат, как бешеные, но всё равно Хермит хиляет. Хермит не позволяет вот так вот легко сплэшером убивать вражеские войска. И Хермит, скорее всего, мне бы здесь всё мочканул. Но не завершено. Отбиваюсь я всё от их космических приходов. Так, Normal Damage Heavy Armor. Siege Damage Fortified Armor. Так, ну чё, у меня сейчас не так всё плохо с деревом. Сейчас всё довольно средненько с золотом. Поэтому мы, наверное, построим какой-нибудь дешёвый вариант. Вот эту вот штуку. И вот эту тему, которую не даёт инкома. Или вот эту вот, например. А давайте этот мотоцикл один построим и сделаем ещё один грейд. Ну, я думаю, что вместе с мотоциклом, да и даже без мотоцикла, наверное, я бы изи отбился. Сейчас моя цель как можно скорее забубенить следующий грейд. Это ж кабаны не такие сильные. Тем более, штука кабана ваншотает. Ну, а мотоцикл, я не знаю, что он там делает. Он ранит кабана, которого потом эта штука всё равно добьёт. Ну, опять-таки, я же говорю, что я не профессиональный мерк. Я за эту разницу не играю. Она один на один слишком уж сильная. Ну, и вообще, когда вы играете просто так в толпе, она слишком уж сильная. Но, конечно, не стыдно за неё играть вот так вот, когда вы против толпы людей. Но вот сейчас конкретно вот одного этого чувака стоило бы оставить. И это был бы успех. 214 золота. Пока ещё нет никакого инкома, к сожалению. Следующая волна птичек. И я, наверное, построю одну такую штуку и несколько мотоциклов. У противников какие-то протечки, видимо. И это очень хорошо, потому что это даёт мне время. Ну, плохо, что они на кабанах текут, на самом деле. Я надеюсь, что это сильные ребятки. Ну, видите, я им ничего даже не послал. Ну, я вообще им ничего не послал в этой игре. Здесь некроманты какие-то. Некроманты в этой версии, кстати, очень сильные. Улучшенный некромант. Можно сразу на первом левеле построить улучшенного некроманта. Он стоит 300 голды, вызывая трёх этих вот диких скелетиков. Ну, и с ним вообще всё очень хорошо. У меня уже 7-3. Ну, строим вот эту вот тему и... Не знаю, даже, наверное, несколько мотоциклов. Мотоциклов. Мотоцикл не даёт инком, конечно, зато он по дереву дешёвый. Ой, по золоту дешёвый, а дерево мне сейчас, в принципе, накапает. Эти два мотоцикла долбанём. Я думаю, этого будет достаточно. Ну, и постараемся сейчас сделать следующий грейд, потому что шестая волна слабая. Шестая волна, тем более, вот я думаю, таким танком заделаться. Юниты здесь, кстати, называются так же, как люди, ну, ники людей, которые связаны с ЛТД. Типа, видите, Паник — это лучший игрок в Легион. Ну, один из лучших игроков. Это создатель Легиона. Создатель второй версии Легиона. Ну, и третий, соответственно. Ну, сейчас мы играем, видите, в 345B, если мы играем... Ух, кстати, смотрите, как птичкам плевать на Фортифай. Ну, вот сейчас я хотя бы более-менее сбалансированно построил. То есть я либо не отобьюсь, либо отобьюсь там с небольшим запасом. Да, я не отобьюсь, кстати. Надо сказать. Ну, на самом деле не так важно. Я грейд-то сделаю ещё один. 12 птичек, конечно, довольно неприятно. И противники что-то протекли. Ой, не радуют меня противники. Я надеялся, что это будет долгая такая сложная для меня игра. Но что-то они текут на 47. И сейчас... Хотя они вон подфидят этого пацана. Ой, как они его подфидят. Он всех убьёт. Он реально убьёт всех птичек. Ну, здесь у меня там фигня какая-то. Э, король. Алло. Смотрите, король там сам вообще. Да, зелёный молодец. Всё, отбил. Он будет сейчас просто королём фарма. Да что там спамят. Ну, обязательно удалю из друзей спамящих. Вы уже начали? Обязательно удалю из друзей спамящих, потому что это неправильно так делать. Угу. Так. Долбаем такую штуку. Долбаем ещё одну такую штуку. Потому что она дешёвая по золоту. И долбаем, наверное, мотик. Какой-нибудь там 500 хп. Нормальная тема. Ну, и к следующей волне имеем возможность построить такую штуку и ещё что-нибудь. Потому что к седьмой, возможно, они мне что-нибудь зашлют. Я же сам им, наверное, отправлю... Ну, у меня два варианта. Либо отправить к седьмой, либо отправить к восьмой, либо ждать уже десятый. Ну, ждать десятый – это слишком потно. Поэтому я, наверное, отправлю к восьмой. Потому что раз у них были такие серьёзные запары на пятой, то у них будут проблемы и на седьмой, и на восьмой. Но к восьмой я накоплю значительно больше дерева, и поэтому... Кстати, непонятно, что вообще получится. Я строю не самые сильные войска, но типа должен ваншотать все дела. Вроде как и ваншотаю. Ну, големы, конечно, в этой версии оставляют желать лучшего, поэтому я отбиваюсь. Но, по сути, конечно, всё довольно слабовато получается. Дова-дова. Ну, всё, големов я отбиваю. Ещё один грейд, наверное, всё-таки нельзя делать. Тогда не хватит просто золота на отбивание. Ну, всё. И к восьмому уровню, наверное, зашлём. Потому что седьмой левел может быть очень жёстко отбит, если у них есть горелка. Но восьмой, наверное, неплохо там пойдёт. Хотя зелёный, боюсь, что очень хорошо сейчас будет отбиваться у них. Не, хотя, знаете, пошлю-ка я сейчас. Вот так вот я неожиданно решил слать сейчас, потому что зелёный хорошо отобьёт восьмой. Ой, он и седьмой с Минотавром хорошо отобьёт. Ух, как ему с Минотавром-то пропёрло. Просто у него здесь вот эти вот пацаны, которые очень неплохо от седьмого отлетают. Но он себе танкующих парней взял. А с ними всё попроще будет. Так, ну что же, строим вот этого. Ну, ещё вот эту штуку, что ли, построить, даже не знаю. Вот так вот. Даже вот так вот, я бы сказал. Можно чейндж билдерить, но учитывая ноль валуе, после левелов оставляемое, чейндж билдер очень такая опасная тема. А какой у меня спелл? Стан у меня, ну. Можно затерпеть, конечно. Ну, а мне всё равно больше никого не воткнуть. То есть здесь есть ограничения. Такие вот. Сдавём ещё одного знахаря. Ну, то есть получается, что у меня к каждому... Ой, сколько мне отправили-то, жесть-то. Херми-то самая отстойная. Ну, старается. Моя штука отбивает, но у неё это не так хорошо получается. Видите, больше было просто не построить мне, к сожалению. И меня... Фиганули. Так, ну, мечик, конечно же. Грайданём. Там у них на 41 протечка. Не знаю, зелёный-то отбился, скорее всего. А вот остальные... Да, зелёный отбился, но у него не очень много осталось. Я правильно подобрал волну. Моё сердце жаждет битвы. Так, сейчас главное, как придут урсачи, стампануть. Вот эти всякую фигню будем ломать. Так, делаем реген. Придётся мне, конечно же, хильнуть. Да, всё, это победа. Это победа нашей империи. Мы победили троих. Но надо сказать, что они играли не очень сильно. Надо создать ещё одну новую игру, потому что этот матч был слишком быстрым. Так, даже не знаю. 1х3 снова. Даже не знаю. Не, наверное, вот так вот сделаем. Хочу для логического завершения этого видео снова сыграть за мерков. Снова сыграть 1х3. За мерков играть 4х4 не очень честно. Так вот получится у нас тёплая ламповая игра. Кстати, получается, блин, я кикнул сильного. Это плохо. Ну ладно. ХГММХ3ЦБ. Снова сыграем за мерка. Снова закажем лиспов. Пацан. Постройка завершена. Сделаем сейчас лёгкую технику, посмотрим вообще, что будет, если вот эту штуку вначале построить. Ну а, конечно, слабая, блин. Может даже, кстати, типа, грейд в начале сделать, а потом её построить. Потому что у меня целая минута. Продать ее нельзя. Никак. Да, надо, наверное, знаете, сначала делать грейд. Сначала делать грейд, а потом строить эту штуку, и тогда на все должно хватить. Потому что... Хотя, по сути, это грейд стоит делать после двух виспов, и что значит в начале делать грейд? Посмотрим. Если втеку, то даже хорошо, потому что у меня подкопится дерево. Просто. Просто. Просто хорошее оправдание всегда катит. Просто. Кто ты? Не знаю. Человек. Или человек. Тоже верно. Так, ну что, мы делаем грейд, но, блин, после этого у меня может не хватить ресурсов. Не, ну это опасно, пацаны. Просто не хватает. Оказывается, не хватает. Лайт, медиум, хиви. Нифига себе. Так, ко мне снова ничего не пришло, и этим юнитом убиваем с одного удара, так что все круто. Посмотрим, к какому левелу мои оппоненты решат снова зажестить. Да, конечно, если что-нибудь придет против этой волны, ее очень больно насуют. Тридина там кинуть, которую палить будут. Но если никто не приходит на первом левеле, либо приходит там дракончик, например, какой-нибудь, то вполне нормальная штука, хотя атакует, конечно, она весьма медленно. Могла бы и получше. Так, что там? Вот эту штуку я строю, она, по-моему, 75 дерева, да, стоит. Поэтому, если я сейчас делаю грейд, то боюсь, что мне никогда не хватит на 75 дерева. Во, вот ее плюс, что она очень долго отбивается. Очень долго она отбивается. Это зашибись, потому что у нас куча дерева. Ну-ка, сколько эта штука стоит? 75 дерева, да. О, кстати, мне хватит, скорее всего. Вот, замечательно, смотрите, сразу. Правда, я играю под ноль, и есть риск, что мне не хватит на следующую волну, но это уж ладно. Кто ты? То есть сейчас я вот здесь построю эту штуку. На цена. Во, и сделал грейд, к тому же. Вот это вот мне нравится. То есть, как я уже говорил, 6-0, точнее 6-1, это как 9-0. Это круто. Я, конечно, отстаю по инкому, в отличие от прошлой игры, но сами понимаете, что два инкома, это так. Это для красоты, скорее. Ой-ой-ой, двух грантов станущих прислали, жесть. Хорошо, что это не общий какой-то флешмоб, иначе меня бы мочканули. Меня и сейчас могут давануть-то на самом деле. Благ, грантов не пропускают. Проблема в том, что у грантов больше хп, чем у этих юнитов. И поэтому эти самые гранты вообще не трогаются моей телегой. Когда гранты пройдут, конечно, начнется беда. Хорошо, что не заслали еще никого. Была бы жесть. Пока, видите, пока вот первый стан прошел. И он очень неприятный, потому что у меня один всего юнит. Но, кстати, это просто повышает время отбивания, и мне это сейчас на руку самое смешное. Ну, видите, за рулем такой большой грант сидит, и тут какие-то мелкие прибежали, и что-то хотят. Так, ну двое ничего не засылали, и, возможно, они устроят засыл сейчас. Это даже не знаю, строить вот этого тракториста или не надо. Просто построю эту штуку, и я больше ничего не смогу посылать. Ой, ничего не могу больше строить. Ладно, строим эту. Сейчас вдруг двое решат мне заслать, и будет очень больно. Потому что до сих пор... Вот пришло только два гранта от зеленого, то есть 120 дерева они потратили. Еще зеленый, а может, как-нибудь Арчу послать. И остальные могут что-нибудь жесткое. Сейчас можно и грейд сделать. Ну, сейчас как золото наберется. Ну-ка. О-о-о, вот. Они учатся на своих ошибках, только единственное, Хермита надо посылать. То есть, я бы, наверное, так бы характеризовал, если вы не видите, что у противника, Урса, потому что она мега полезная. Потом Хермит на втором месте. И против АУЕшников Хермит даже полезнее, чем Урса. Но дело в том, что вы же не знаете, АУЕшник там или нет. Поэтому лучше послать все-таки Урсу. Еще и грант станущий пришел. Нормально так сейчас. Но зато и я развиваюсь по сбалансированию, чем в прошлой игре. Исследование завершено. Сейчас можно одну вот эту штуку построить. Вроде как она должна отбиться. Правда, на следующий грейд не хватает. Но это ничего. То есть, сейчас, в принципе, волна начнется и хватит. И у меня вот уже сейчас 7-2 к четвертой волне. Намного лучше, чем в прошлый раз. То есть, они сейчас вообще мне еще не пошлют. Ну, максимум там, я не знаю, Арчу какую-нибудь. Но это все фигня. Достраивается последний висп. Ну, и я вполне могу себе позволить построить грейд. Я тогда, конечно, протеку. На пятый. Ну, ладно. Зато у меня будет грейд. Золото я все равно зависп... Ой, за соколов получу. Плохо, конечно, что получат его противники. Но это же зрители. Для зрителей мне ничего не жалко. В том числе золото. Вроде как должен убить. Несмотря на очень глупые темы. Что вот он как-то очень выборочно кабанов атакует. То ему этот не понравился. То тот на него не так посмотрел. Ну, и так далее. Как-то не очень правильно он все делает. Мне кажется. Ну, могу ошибаться. Так, делали еще один грейд. Можно, конечно, вот эту штуку воткнуть. Но... Не знаю даже. Ладно. Сколько она инком-то дает? Пять инкома. Но это... 150 голды. А если я вот этих штук построю? Да, норм тема. Во! Я думаю, отбивается. Хотя, конечно, я дерево потратил очень много. И инкома особо не получил. Но зато я сэкономил порядка 100 голды. Ну, не 100, а порядка 80 голды. Как я уже говорил, не так-то плохо будет, если я протеку. Я просто ресурсов подкоплю. Ну, я вроде даже и не протекаю. Потому что я довольно много построил. Но, как я уже говорил, золото сэкономил. Тем самым сделаю грейд. Будет у меня 7-4. Как-то даже один мотоцикл, как вы видите, можно было и не строить. Что-то у меня слишком много здесь всего осталось. Сейчас еще на отбивание не хватит. Лол. Дерево мало. Но дерево, в принципе, с большой скоростью добывается. Что-то я не помню. Я, по-моему, в прошлый раз две вот эти штуки построил. И впереди немного самокатов. Можно еще один, наверное, сделать на всякий. Ну, все, хватит. А к следующей волне я, конечно же, построю эту тему. Ну, как и в прошлый раз, в принципе. То есть, вот эту тему и вот эту тему. Что насчет пробивания на седьмой? У меня, видите, какие-то в итоге проблемы с деревом. Я грейды понаделал, но я слишком такие древа юнитов начал строить. Как-то, мне кажется, в прошлый раз у меня больше было дерева к седьмой. Не знаю, вроде как ты сделал все оптимально. А, но дело в том, что я в прошлый раз протек на пятый, и они протекли на пятый. И игра намного больше длилась. Прошлая игра для меня проще, потому что чем дольше длятся раунды, тем больше я добываю дерево, и тем эффективнее мои грейды. Здесь я, видите, сбалансированно довольно-таки построил юнитов. Даже за мерков уже научился это делать. Видите, противники вообще никогда не текут. Я, честно говоря, даже и не знаю, когда им что засылать. Неужели я их сглазил, а они сейчас на этих протекут? Так... Блин, не знаю, даже боюсь, что с этой темой я все-таки втеку. Потому что мне не хватит чуть-чуть. Если сейчас големы, конечно, до короля дойдут, в чем я очень сомневаюсь, то можно. Но их же здесь встретят. Опять всякие пушки, лучницы. Прочая билиберда. Да, на восьмой их не пробьешь. На седьмой рановато пробивать. Ну, то есть ресурсов нет. Сейчас я вот построю вот этого Хуанака. Впереди этого не буду строить. Ну вот, видите, мне на грейд не хватило бы... Точнее, с грейдом мне не хватило бы 10 голды. Я бы мог, конечно, дракончиков двух послать. Ну, если бы я, конечно, знал четко, сколько между левелами дается и так далее. Нужно было так посчитать, послать им двух дракончиков, сделать грейд. Короче, ну тогда у меня в дерево просто единственное не хватило из минусов. Ну, то есть хватило бы к этому моменту. Не, хватило бы, да, хватило. Ну так, притык. Ну что же, сейчас выходит волна. Мы ее принимаем. Весело и задорно. Кстати, ничего вообще мне не приходит. Делаем грейд обязательно. Восьмое пробивать довольно бесполезно. Вот с этими всякими арчами и так далее. Как-то даже не хочется. Потому что они толпятся в своих капюшонах, путаются, а арчи их расстреливают спокойно. Ну, кстати, что тут там проблемы? Посмотрите. Какие-то серьезные снова проблемы на седьмой. Ой, лол. Я ничего не посылал им даже. Подстава? Подставка какая-то получается. Ну, они, конечно, отобьются, все дела. Но они сейчас мне ничего не пришлют. Можно, конечно, изнаглеть сделать еще один грейд. Но это никак не отобью без голды. Да, по хиламу уже с ними сравнялись. Хотя мне сейчас дадут кучу голды. Что я топлю? Мне за их короля дадут кучу голды. Ну, и, наверное, на десятый их пробью. Король вроде их отрегенился. Они его загрейдили. Но тем самым заставили меня дико расслабиться. Потому что, во-первых, я делаю лишний грейд. Во-вторых, я сейчас ничего не боюсь особо. Ставлю эту штуку. Она должна отбить, скорее всего, следующую волну. Ну, без инкома, опять-таки, без их. Если что, успею нагрейдить. В этом плюс того, когда вы копите какой-нибудь там десятой волне. Если что, вы эти ресурсы, ну, прям вот если совсем критично будет, вы эти ресурсы в короля вложите. Смотрите, какой зубастый товарищ. Рогатый еще, к тому же. Трехрогий. Наверное, у человека три рога появилось. Это либо единорог, которому изменит... Да, скорее всего, это единорог, которому изменяет жена. То есть, он, во-первых, стал злым. Ну, судя по лицу, он явно не очень доволен. И ему еще жена. Причем она так довольно долго изменялась. Это как Пиноккио, который много врал. Так же и... Ой, ё-моё, они наслали мне кучу всего, а я-то не был готов. Все равно с удара убивая пацана, но пацаны регенятся. Посмотрим, чем все закончится. О, Урсу. Урсу снял. Это хорошо. Но видите, что все равно у Кадоев больше ХП. Хермита забрал. Да, 19 юнитов прошло. Это вам не в тапки. Да, что-то они так грыдели, остервенел. У меня была такая мысль, что а вдруг... А вдруг они... Возьмут и... Что-нибудь там еще и пошлют. Ну, я-то подумал, ладно, да что париться-то? Да вряд ли. Делаем еще один грейд. Ну, цель убивать с двух ударов. А чем вы просите меня? Ну, волна, хоть и спелл не очень крутой. Ну-ка, что там? Нет. С трех ударов сейчас четенько убиваю. Как прикажете? Да свершится правосудие! По имя Света! С волной с двух ударов убиваю. Ну, ладно. Ну, так вот аккуратненько бьем. Для того, чтобы выпустить волну. Прямо. Вот так вот. За веру и народ. За веру и народ. Да, голды, конечно, мне немного не хватает до следующего грейда. Да свершится правосудие! Хотя, учитывая следующую слабую волну... Не, блин, мне жестко не хватает. Ну, видите, я что-то коплю очень много ресурсов. Не знаю, я могу очень сильно просесть из-за этого, если десятую они отобьют. Так, ну здесь Хуанака одного, наверное, построим. Он инком дает. Как тебя зовут? Ну, тогда, блин, терпим. Терпим, терпим. Так, ну что, я, во-первых, буду слать спам. Ну, хотя спам не очень эффективный будет. Во-первых, у них АОЕшники есть. Во-вторых, у них есть всякие там... Не, спам не очень нужен. Я пошлю двух Варлоков, а остаток пошлю всяких Хермитов и Командеров. Те-не, я лучше Катапульту пошлю. Командеры тоже хороши. Даже не знаю. Так, вот вышел пацан. Командеры довольно неплохо улучшают атаку этих пацанов. Ну, и Катапульту отправлю. Да, эти штуки не такие сильные. Меня сейчас еще на боссах, кстати, могут пробить. Потому что не рассчитано это все на инком против трех боссов. Против трех, точнее, человек. Ну, и трех боссов тоже. Но, когда к ним еще присоединяются три реальных человека. Да лол, меня и сейчас пробили. Вот это поворот. Ну, кстати, это даже хорошо, у меня больше ресурсов скопится. Сейчас они обрадуются, постараются меня пробить. Ну, а моя цель сдержаться. Сдержаться и выдержать, скажем так. Кстати, у меня ровно 900 в ЛУЕ за счет вот этой вот штуки построенной. А эта волна типа как... Насколько в ЛУЕ претендует? Инфо 9. 1600 в ЛУЕ, ну понятно. Ну, зомби, конечно, совсем не 1600 в ЛУЕ. Учитывая, что боссы, видите, 1850. А боссы значительно сильнее этой волны. Наш город осаждают враги. Нет. Стратегическое. Ну, на самом деле, блин. Стратегическое. Лучше так протеть, чем не протекать. Потому что мне это дает еще около 200 дерева. То есть, два хермита, по сути. Так. Ну, что? Строим двух вот этих... Две вот эти штуки. И еще строим... Насколько возможно. Все, больше нельзя. К сожалению. Привет! Даже не знаю. Мне еще на одного варлока не хватит. В итоге я так много дерева потратил расточительно. Но сейчас посмотрим. То есть, мне надо... Так, варлок на Е. Не забываем. В этой старой версии тоже варлок на Е. Мне надо принять волевое решение. Успею ли я послать двух варлоков? Или не успею. Не успею я послать двух варлоков, к сожалению. Еще и успел двух ментозов под конец послать. Вот это ко мне приход. Так приход. Ой, жесть-то. Жесть. Сколько ментов. Да. Жесть. Я такого спама никогда в жизни, наверное, не видел. Да, ни одного босса я даже не убил. Уф. Вот в этот раз пацаны меня сбрили. Не, ну блин, это какой-то королевский спам был, мне кажется. Не знаю, наверное, даже как-то здесь надо было строить. Тогда бы, правда, все броню получили. Блин, ну как-то слишком уж много спама. А, у них еще и отбиваются они в процессе. Еще и варлок один такой впереди. Одинокий варлок. Одинокий варлок. Так, надо хп грейдить, потому что сейчас все решится по хп. Пробил я всех. Там, как видите, благо катапульта, видите, первая прошла у меня, как у них варлок. Сейчас я еще могу выиграть, на самом деле, потому что у нас у обоих... А, у них еще больше боссов? Нет, кстати, я могу выиграть вполне. Да, я выиграл. Забавно. Ну, нормально, они меня пробили. Очень неплохо они заспамили. Я не посмотрел, к сожалению, сколько там вышло, но вы можете видос перемотать и посмотреть. Вот таких вот я зрителей опасно хращу. Молодцы, ребята. Единственное, начали немного не согласованно сделали, но вот абсолютно незнакомые друг с другом люди умеют координироваться и под конец вот так вот делать. Что, конечно, говорит о более высоком уровне развития моих зрителей, мне, по крайней мере, так кажется. Я, конечно, не сравнивал, не проводил IQ-тесты, но меня очень часто радуют мои зрители и комментариями. У меня на стене я вконтакте и участие в дискуссиях различных у меня на стене. Люблю я что-нибудь такое. Пообсуждать геополитическое, что-нибудь интересное и животрепещущее. Очень часто тоже зрители радуют меня. Так что, ребятки, я очень вами доволен. Надеюсь, вы также и мной довольны. Ну, на этом моменте я с вами прощаюсь. Не знаю, когда выпущу это видео, потому что как-то зачастил очень с видосами и очень много их делаю, не успеваю даже выкладывать. Ну, в общем-то, соберусь на море в ближайшее время. Вот когда соберусь, тогда будет видосовый голод. Наверное, под будущее я буду их копить. Ну, что ж, друзья, до новых встреч. С вами был Вадим Двак и Хаус. Желаю вам хорошего настроения и чтобы у вас все было ок. Всем пока.